Тут было холодно, но мы согрели помещение. Ом Намо Бхагавате Бхасадевая 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь приводится некоторый из Махаджан, у которых был признанный факт непосредственного контакта с Господом. Все чистые преданные Господа, бхавы, то есть люди, постигшие величие Господа, занимаются разными видами трансцендентного любовного служения. И, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа. Обменивающиеся с Ним служением в различных расах. Продолжение следует... 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 Величие Господа проявляется в его подчинении своим преданным, и это еще один аспект величия Господа. Шукадева Госвами и Кумары, хотя уже и занимали трансцендентное положение, превратились в чистых преданных Господа благодаря другому аспекту Бхавы. Страдания, которые Господь посылает своим преданным, представляют собой еще один вид обмена трансцендентной Бхавы между Господом и преданным. Господь говорит, я ставлю своего преданного в трудное положение, чтобы он еще больше очистился, обмениваясь со мной трансцендентной Бхавой. Материальные трудности, которые испытывает преданный, неизбежно приводят к его освобождению от иллюзионных материальных отношений. Материальные отношения между людьми основаны на обмене материальным наслаждением, которое зависит главным образом от материальных богатств. Поэтому, когда Господь отнимает материальные богатства преданного, начинает привлекать только трансцендентное любовное служение Господу. Так Господь выливает вашу душу из трясины материального существования. Страдания, посылаемые преданному Господом, отличаются от страданий, вызываемых порочной деятельностью. Все эти проявления величия Господа особенно хорошо известны таким великим махаджанам, как Брахма, Шива, Нарада, Капила, Кумаре и Бишма. И по их милости мы тоже можем постичь величие Господа. Шрила Преупада также нам говорил, что Господь подверг его трудностям. Он думал, что он станет большим бизнесменом и будет использовать заработанные деньги для проповеди. Но он сказал, что у Кришны был другой план. Он запрял у меня все, что у меня было, и вытолкнул меня на то, чтобы я поехал на Запад. И таким образом он стал полностью зависим от Бога. Мы можем читать поэму, которую Шрила Преупада написал, когда он приехал в Америку. Он сказал, что я не знаю, почему ты отправил меня в это место, которое полно страсти и невежества. Но у тебя была какая-то причина для того, чтобы привезти меня сюда. Я не чувствую, что у меня есть необходимые качества и квалификации, но точно так же, как кукольник, пожалуйста, заставь меня танцевать, танцевать, танцевать. Ну, вы знаете, кукольник он дербает за веревки, и куклы начинают танцевать. И это было настроение, предание Шрила Преупада. Он рассказывал, что когда он сошел с корабля, он не знал, куда ему повернуть, налево или направо. И он подписал эту поэму, твой незначительный попрошайка. И когда он проявил это полное предание, тогда Кришна непосредственно начал заботиться о нем. И этот принцип мы также можем прочитать в Бхагавадгите. И в этом стихе говорится, насколько человек предается мне, насколько я отвечаю ему. Но мы думаем, что нет, я не хочу предаваться сейчас, может быть, позже, когда я буду более старым. Сначала мне необходимо решить какие-то материальные вопросы. Конечно, мы можем заниматься такой материальной деятельностью, но возникает вопрос, что если мы умрем в это время. В то время, когда мы пытаемся улучшить свое материальное состояние, к нам может прийти смерть. Это означает, что мы получим новое материальное тело, и нам опять придется мириться с материальной ситуацией. В любом случае, с любого положения, мы можем заниматься преданным служением. И даже если у нас не получится достичь совершенства за одну жизнь, у нас есть гарантия, что в следующей жизни мы получим хорошее рождение в хорошей семье. Но Шрила Кривопаду подталкивал нас к тому, чтобы мы закончили наше пребывание в этом материальном мире за одну жизнь. И это означает, что нам необходимо обладать трансцендентным знанием. И благодаря этому знанию мы сможем понять, что приносит нам карма. У нас мы находимся, мы пребываем в такой иллюзии, что если мы будем хорошо работать, уважать других людей, поклоняться Господу, то этого достаточно для того, чтобы у нас была хорошая материальная ситуация. И большинство религиозных людей думают именно так. Но этого недостаточно для того, чтобы уйти из этого материального мира. Для того, чтобы выбраться из этого материального мира, необходимо, чтобы у нас отсутствовали какие-либо материальные привязанности. Это возможно только в том случае, если мы полностью привяжемся к Кришне. Но большинство людей так не думают. Даже религиозные люди. Они думают, что они попадут в рай. Возможно, действительно, они попадут на какие-то высшие планетные системы. Но они не смогут избавиться от цикла рождения и смерти. Единственным способом, каким мы можем избавиться и выйти из этого цикла рождения и смерти, это если мы разовьем привязанность к Кришне. И еще более ценно, чем привязанность к Кришне, является привязанность к вещам, которые связаны с Ним. Как, например, если мы будем привязаны к Туласе, это также представляет собой большую ценность. Я вижу, что здесь Туласи, они очень зеленые и здоровые. Кто заботится о Туласе здесь? Он только вышел, он на работу пошел. He went to work. He just stepped out. That's a nice service. Это очень замечательное служение. Because Туласи is very dear to the Lord. Потому что Туласи очень любит Господок. Similarly, we're attached to preaching the glories of the Lord under the guidance of Chita Prabhupada. Точно так же, если мы разовьем привязанность к Преуповеди о Господе, это также будет то ли для Него. Я рассказывал историю, когда мы сидели с Шива Преупадой в Лондоне в комнате с преданными и зашел еще один преданный. И Шива Преупада спросил этого преданного, его звали Ишан. Ишан, ты помнишь Кришну? Ишан был вилл, вилл, вилл. Ишан, он находился на такой умственной платформе. И он сказал, ну, Шива Преупада. И Преупада сказал, ну, нормально. Ты можешь помнить, как я помню Кришну. И это равноценно тому, чтобы помнить самого Кришну. И это облегчает все дело. Так как Шива Преупада дал нам так много того, что мы можем практически делать для Него. И он сказал, что искон Международное общество сознания и Кришны, так как большое высотное здание, я построил остов его, но дальше вы должны сами его развивать. Но, конечно же, Шива Преупада также хочет, чтобы мы помнили Кришну. Он не назвал наше общество, Международное общество, Ачепа-Активиданте. Преупада всегда хотел, чтобы мы помнили Кришну. И таким образом мы можем сосредоточиться на том, чтобы помнить Шиву Преупаду и Кришну. И любая деятельность, любой труд, который мы совершаем, они должны удовлетворять Кришну и Шиву Преупаду. Но Шива Преупада не был фанатиком, но он дал нам самое высшее, что есть. Однажды Матхудвиша спросил Шиву Преупаду, как так, Шива Преупада, что мы родились в этой стране. Мы не благочестивые, но в то же время мы получили самое высшее, что есть. Это самая высшая теистическая концепция Радха и Кришна. Дивайн couple. Это божественная чета. What are the muslims, christians? They don't have such a conception. У мусульман, у христиан, у них нет такого понимания. They think God is an old man on his throne. He's sending some people to hell. Они считают, что Господь, он такой старик, который сидит на троне и посылает людей в ад или в рай. Но мы знаем, что Кришна никогда не покидает Вриндаву. Он всегда находится там, наслаждаясь пастушками и шримати Радхарьяни. И также с гопи. Здесь у вас есть картина с гопи. Но материальным миром правят его представители. Он не имеет непосредственного контакта с ним. И Матхудвиша у нас присил Шилу Преупаду. Как так? Откуда у нас квалификация для того, чтобы получить это высшее знание? И Шилу Преупада сказал. Я отдал вам эту удачу. И это факт. Теперь вы должны пойти и передать это знание другим. Мы обладаем такими замечательными знаниями. И чем больше мы ими делимся, тем больше мы их получаем. И таким образом мы можем непосредственно воспринимать, что это это духовное знание. И видеть это как духовная деятельность. Потому что в материальной деятельности, чем больше вы отдаете, тем меньше у вас остается. Но в сознании Кришны, чем больше вы отдаете, тем больше получаете сами. Поэтому Шилу Преупада всегда воодушевлял нас и подталкивал к тому, чтобы мы выходили и преповедовали. Я помню, как мы были в Японии в 1972 году. И туда приехал Шилу Преупада. И он спросил нас, каким служением мы занимаемся. Моим служением было распространение маленьких книг. Мы их распространяли японцам. Это было в Токио, там было так много людей, которые мы могли распространять книги. Ну и мы, как бы, хитрили. Мы давали им книгу так, как будто она была бесплатная. И они проходили дальше. А когда они брали книгу, мы шли рядом с ними. И затем мы говорили, она не бесплатная. И я помню реакцию японцев. И они так сильно удивлялись, как это она не бесплатная. И мы выходили, побритые, в тхоте, с тилоками. И мы говорили, нет, всего лишь необходимо маленькое пожертвование. И затем мы делали поклон. И они чувствовали смущение. Так как они понимали, что вот идут люди и видят, как монах делает поклоння. И поэтому они быстро доставали деньги. Давали нам пожертвования и уходили. И таким образом Шила Преупада построил там в Вриндаване за счет денег, собранных в Японии. И вот в тот день, когда Шила Преупада меня спросил, я не вышел на распространение книг. И Шила Преупада вечером меня спросил, итак, сколько ты распространил книг за сегодня? Обычно я распространял 250 книг. Это был мой стандарт. Я ответил, Шила Преупада, я сегодня не выходил, так как я был занят перепиской. Я писал письмо своему брату. И сразу же увидел, как Шила Преупада было разочарован. Он постоянно нас подталкивал. Он относился к нам с большой добротой, но в то же время он постоянно говорил нам, что мы должны выходить на проповедь, распространять книги. И, конечно же, мы принимали это, так как мы понимали, что он наш лучший подожелатель. И таким образом общество очень сильно развилось за такой крёхий промежуток, именно благодаря тому, что Шила Преупада подталкивал нас. Конечно же, сейчас в наше время уже такого настроения нет. Но Шила Преупада, он пошел на уступки, он дал наставления, хотя бы поддерживайте то, что я уже сделал. Но в то же время это было очень интересное и воодушевляющее время наблюдать собственными глазами, как общество развивается. Так много центров открывалось по всему миру за очень многих промежуток. Так много книг приспространялось. Но все равно развитие общества продолжается. А сколько у нас сейчас уже храмов? Кто-то знает? 800? 800? Нет? Ну, в любом случае, мы надеемся, что здесь так же скоро откроется. То есть он у вас уже, конечно, есть, но его необходимо, должным образом, откроется. Так что вы можете связаться с моим секретарем, Кришной Преимой Преимой. Теперь у нас есть Пака-темполь. Пака, ты знаешь? Пака. Да. Идеально. Идеально. У нас должен быть хороший храм, оформленный должным образом. Кто возьмет ответственность на себя за это? Мы уже делаем это. Мы уже делаем это. Мы уже делаем это. А почему мы тогда сидим здесь в холоде? В любом случае, есть какие-то, может, вопросы, комментарии? А что Рав 쥈лова Преопаду говорил в последние вниз? А что Шилю Преопада говорил в последние. Я же сказал волог를? Как правило 80% из того, что говорил Шила Преупада, это не было такими строгими наставлениями. Но в последние дни он стал более строгим. Если кто-то неправильно что-то делал, он тут же попрямлял этого человека. И поэтому для некоторых людей было немножко сложнее находиться в комнате с ним. Я могу привести такой пример. Однажды он вызвал всех лидеров в свою комнату. И он спросил, почему больше людей не приходило ко мне? И вот один из старших преданных ответил, что Шила Преупада мне надо было отправиться в Калькутту, я был занят. Но Шила Преупада сказал, нет, даже когда ты находишься здесь во Вриндаване, все равно тебя нет в моей комнате. И он дал приказ всем этим лидерам, чтобы все ученики собрались и пришли к нему. И так как я все время находился там, в Индии, так как я преповедовал там, я особо не был преинформирован о том, что происходит в остальном мире. Но, как мы позже узнали, многие лидеры, они не пригласили преданных для того, чтобы они приехали во Вриндаван встретиться со Шила Преупада. Почему они этого не сделали? Они думали, ну, если все преданные приедут сюда во Вриндаван видео, то кто будет заниматься поддержанием храма, распространять книги? И Шила Преупада вот тогда сказал, что они не приезжают, потому что они думают, что я могу их отравить, что я несу в себе какую-то траву. Также он отчитал меня один раз. Я находился в его приемной вместе с Тамамом Кришной, Ислам Махараджем и Шила Преупада нас вызвал. И вот я зашел также в комнату Шила Преупада. И Шила Преупада спросил Тамала Госвами Махараджа об одном докторе, который должен был приехать из Калькутты. И один преданный, он был ответственен за то, чтобы его привезти. Вот он поговорил об этом в течение нескольких минут. И затем он спросил Тамала Госвами Махараджа, он уехал уже. И я не понял, что Шила Преупада поменял предмет разговора, я думал, он имеет в виду врача. И я не должен был ничего говорить, но я сказал Да, Шила Преупада. И затем последовала такая мертвая тишина. И затем я понял, что, скорее всего, я совершил ошибку. И Шила Преупада спросил меня, а как ты думаешь, кого я имел в виду? Я ответил, что Шила Преупада, скорее всего, я просто себе что-то вообразил, приспекулировал. Но он не отпустил меня, так просто. Но он просто схватил меня, так вот, сцепкой и не отпустил. В общем, я ответил, что это врач. И вот Шила Преупада, он лежал на постели. Он едва мог двигаться, и как только я это сказал, он повернулся и отвернулся от меня. И на английском есть такое выражение, как бы, показать спину. И вот он сделал именно это. Я почувствовал, что это просто принудило мое сердце. Мой духовный учитель оставляет свое тело, и я оскорбил его. И после этого я просто молчал. И, конечно же, я был неправший, во Преупада общался со своим секретарем, а я вмешался в их разговор. Поэтому я просто тихо там сидел. И через десять-пятнадцать минут попресили, чтобы кто-то начал петь. И я начал петь. И Шиле Преупаде это понравилось, так как он понял, что я вкладываю свое сердце в это пение, так как после того, что произошло, я чувствовал себя очень плохо. И всякий раз, когда я пою вот этот Баджан, я вспоминаю, как Шиле Преупада меня читал. Но в то же время, иногда он очень воодушевлял преданных. Как-то я пел, как-то я пел, как-то я пел, так как Киртан продолжался в комнате Шиле Преупада двадцать четыре часа подряд. И он говорил, что это мое лекарство, Киртан и массаж. У нас были очень маленькие Киртаны, вот такие. И мы очень мягко играли на них. И за исключением случаев, когда Шиле Преупада говорил, там всегда был Киртан, даже когда он спал. Такое вот было его настроение. Как правильно относиться к наставлениям Шиле Преупада в его письмах? И это первое. Второе, как правильно относиться к тому, что преданные аргументируют свои какие-то поступки, именно опираясь на письма Шиле Преупада, хотя там бывают много спорных таких. Итак, я имею в виду два вопроса. Первый вопрос. Что должно быть нашим правильным отношением Шиле Преупада в его письмах? Второй вопрос. Как мы должны реагировать? Как мы должны понимать ситуацию, когда довольцы sometimes arguments в своей управе, based on instructions from letters of Шиле Преупада. Да, есть, есть some risk, потому что, oftentimes, в его доставления с тем, где его писали твой парой и у него проблемы. Конечно, есть определенная опасность в использовании таких наставлений, так как Шрила Преупада писал эти наставления определенным людям в определенных ситуациях. И также нельзя считать такие наставления общими, применимыми ко всем. Но в том, что касается его наставлений, мы должны следовать тому, что написано в книгах. Также очень важны и ценные его беседы, записанные беседы в письменных формах, в аудио, они представляют ценность, так как Шрила Преупада оговаривал в них определенные темы. Как, например, Харишаури задал Шрила Преупаде вопрос последние полгода, год Шрила Преупада, что нам делать в исконе так много разводов. И, конечно, Шрила Преупада никоим образом не поддерживал разводы. В его понимании брак это было обязательство на всю жизнь, как минимум в течение времени, пока дети не вырастут. Если кто-то хотел применять саньясу, но у него были маленькие дети, то Шрила Преупада не принимал этого. Но в этой беседе с Харишаури, я прибыл на тему Верхвода, он сказал, мы как общество, мы особо не должны вовлекаться в эти дела. Если кто-то хочет развестись, он может это сделать, как мы можем его остановить. И когда встает этот вопрос, часто используют вот эту фразу Шрила Преупада относительно этой темы. В других беседах обсуждаются более такие узкие темы, и Шрила Преупада часто в них приводит такой полный развернутый ответ. Но письма, они менее авторитетны, так как Шрила Преупада писала их в соответствии с умонастроением, с психологией этого человека, и он понимал лучше, что ему лучше делать, а что ему не делать. Точно так же, как Господь Шрила Преупада одним своим ученикам давал наставление, чтобы они женились, другим он говорил, что им не следует жениться, так как он понимал и знал психологию этого человека. Макараш сказал, что Шрила Преупада не был фанатиком. И со стороны, как если для окружающих людей, иногда даже для религиозных людей, может показаться, что вот такой образ жизни, такое погружение в другого человека, это такой фанатизм. Какая-то строгость Шрила Преупада. Что на самом деле фанатизм, как он проявляется в нашей жизни, может быть, как обширно. Вы говорили, что Шрила Преупада не был фанатиком, но для людей, как он живет, и его стричность, и для наших жизни, в жизни, они могут казаться фанатиком. Фанатизм – это то, что приносит вам вред или нанесет вред другим. Точно так же, как есть такие фанатики, которые взрывают бомбы, смертники, террористы-смертники. Но Шрила Преупада никогда не делал ничего от того, чтобы причинило вред другим людям. Так же он не хотел, чтобы мы причиняли вред другим людям. Наоборот, мы делаем самое благоприятное, самое благотворительное дело. Люди могут в это не верить, но для того, чтобы понимать последствия в будущем, необходимо обладать определенным разумом. Многие люди не обладают достаточным разумом, чтобы понять, к чему приводит их деятельность. Вот дается такой пример, что человек сидит на ветке и пилит ее. Кто-то подходит к нему и говорит, перестань это делать, иначе вдруг падешь. И вот мы видим со стороны, как многие люди очень сильно привязаны к материальной деятельности, но на самом деле они приносят себе этим только беспокойство. И, конечно же, люди могут считать нас фанатиками, так как мы объясняем им, какое темное будущее ожидает их вследствие их деятельности. Но в любом случае это их право. То есть мы не должны особо беспокоиться об этом. Матаджи, может, у вас звук мёс? Матаджи, может, у вас звук мёс? Матаджи, может, у вас звук мёс? Сейчас такой и нет, Занкир. И вопрос такой. Матаджи не относится к нам, кто-то не занимается, с оскорблением. Вот приходит предный, проходит, ну, к примеру, лет десять. Приходит новое поколение предных. И так иногда слышишь, ну, у нас было по-другому. Знаете, вот оскорбительное такое бывает. Стреннишь, ну, вот как будут приходить новые поколения, чтобы не разбить оскорбления. Вот они другие будут. Ведь преданные будут меняться что-то. И насколько это может меняться? Он раньше только увидел этих поколений. Простите, я. Я прощаюсь за мой длинный вопрос, но я буду продолжать это сделать. Вопрос в том, что, например, в Слоправпаде, и, ну, раньше, сейчас, Санкт-Киртана Музыка, было немного разное, чем сегодня. И, как это было, есть тысячи выплåков, they have this offensive attitude like you're not doing it the way we did it you're doing it wrong way so the question is what should be our attitude towards new generations that will come and are coming and how they will be different in your opinion it's true there is some scope for considering time and circumstances действительно есть определенный смысл в том, чтобы учитывать время и обстоятельства but these are about details но речь идет о деталях the principles we can't change мы не можем изменить принципы like notice the self these four principles they have to remain the same то есть эти четыре регулирующих принципа они должны быть неизменными также принципы воспевания 16 кругов и предложение пищи Кришне то есть мы не можем позволить чтобы эти вещи менялись если эти поколения те новые преды будут пытаться изменить эти вещи они не могут находиться в Висконе есть конечно какие-то изменения сейчас но в то же время есть люди которые жалуются что изменений у нас недостаточно изменений чего-то нового я считаю что GBC делает очень хорошую работу после того как Шрива Преупада оставил этот мир было время был период когда гуру духовные учителя они слишком имитировали Шриву Преупада и это вызвало много беспокойств в обществе и вот некоторые гуру они воображали себе что они настолько же хороши как и Шрива Преупада и в какое-то время это принималось до того момента когда гуру начали падать и тогда GBC пришлось столкнуться с очень сложной ситуацией но я считаю что GBC справилась с этой ситуацией достаточно хорошо в основной своей части они сохранили общество также были другие сложные ситуации как например с Нарайном Махараджем то есть были другие сложные ситуации но как мне кажется GBC хорошо с ними справилась поэтому я не думаю что они позволят или допустят каких-то радикальных изменений неважно сколько поколений пройдет есть конечно какие-то вещи которые лично мне не нравятся я не одобряю так много эфаси на бриж притчинг и йога и так далее бриж притчинг ну как например сейчас делается больше акцент на косвенной проповеди на йоге и так далее с лидером в Москве бактивегианом но мы просто должны дать немного времени посмотреть как ситуация разовьется мы можем это видеть на примере бактивегианом до самых хрежа лидеров в Москве махраджи говорил с Савваги который был очень близко с ним и он был с ним в Индии так Савваги он сказал что он слишком liberal с различными группами и йога и все и теперь он не больше ГДЦ он в хреже он в хреже здоровь и вот общался с Савваги который является его приближенным партиевегианом Госвам Махраджи он сказал что проблема была в том что Махрадж был слишком либерален по отношению к различным группам по отношению к косвенной прополеди и так далее и поэтому у него сейчас возникли проблемы со здоровьем он уже больше не является Джи-Би-Си то есть это не то что мы его критикуем в артиле ГДЦ замечательный преданный джентльмен и он сделал очень много для миссии Шива Преупады то есть я бы особо не переживал по этому поводу так как я считаю что Шива Преупада он принимает все еще активное участие в нашем обществе Точно так же как в ситуации когда большой великий гуру духовноучитель Харикеш с вами ахряжу пал как-то через 10 лет после этого события я отдавал лекцию в Минске это была воскресная программа там было много людей и вот я задал вопрос а скольким из вас снился Шива Преупада и вот там 100-200 человек подняли в руки было 200 человек 100 из них подняли в руки и вот я спросил одного мальчика что тебе снилось и вот этот парень который я спросил что ему приснилось он сказал что я был учеником Харикеша и после того как он упал я больше не знал как мне находиться в этом обществе он был настолько продвинутым и вот в таком настроении я лег спать у меня не было никакой надежды и вот в ту ночь у меня был сон и Шилопри упадок пришел ко мне во сне и он сказал почему ты считаешь что ты в безнадежной ситуации я здесь и он сразу приснулся и он очень сильно удивился как Шилопри упада пришел к нему во сне и тогда он после этого остался в обществе и остался преданным Шилопри упада помогает нам он необычный духовный учитель гуру он наделен полномочиями на последующие 10 тысяч лет он является Шик Шагулев для всех и у него есть сила и возможность лично помогать нам каждому из нас как в любой большой организации конечно могут быть связанные мнения могут существовать какие-то проблемы которые просто молитесь Швили Пропа просто молитесь Швили Пропа В голосе выглядит очень счастливой. Если у вас еще есть какие-то вопросы, можете лично подойти ко мне. Давайте чайки! Дяга! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... По записи... По записи... По записи... По записи... По записи... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok